Как написать претензию? Все граждане страны сталкивались с проблемами после приобретения некачественных товаров либо услуг. В этом случае законодательство дает возможность оформления письменного требования, претензий. Претензии или претензий, правописание второе правильное. Претензии должны четко обосновывать все требования потерпевшей стороны. От правильности их отражения во многом зависит итог спора между сторонами сделки. Что такое претензии и когда ее можно подать? Претензия, что это с юридической точки зрения за документ? Это письмо, содержащее обращение к другому участнику договора либо лицу, по вине которого были понесены убытки, о возмещении вреда. Претензия является официальным письменным обращением при досудебном урегулировании конфликта для возмещения потерь потерпевшему. Подобный метод разрешения вопросов позволяет избежать обеим сторонам судебного разбирательства и траты лишнего времени и денег. Пострадавший получает возможность скорейшего получения компенсации, а поставщик сэкономит деньги на судебных расходах и выплате морального ущерба. Важно, подавать претензию может любой гражданин, считающий, что ему был продан товар ненадлежащего качества либо оказана услуга, несоответствующая уровню, заявленному поставщиком. Претензии или переговоры В подавляющем большинстве случаев потребитель товара либо услуг приступает к письменному оформлению претензий после устных переговоров с поставщиком при отсутствии должного результата. Но для ее написания предварительные переговоры не являются обязательным условием. Именно с момента создания документа требования покупатели начинают обладать юридической силой, что может поспособствовать скорейшему Разрешению проблемы в пользу автора требования Написание письма Законодатели определили следующие временные промежутки для написания претензионного письма в адрес поставщика, продавца В течение всего срока гарантии, обозначенного в документации на товар, услугу, либо по его завершению на протяжении вторых лет после Приобретения При отсутствии срока гарантии, до наступления двухлетнего периода после момента покупки Обратите внимание Если некачественный продукт был приобретен у предпринимателя, то составлять претензионное обращение стоит на его имя Когда право потребителя нарушаются юридическим лицом, предприятием, рестораном, магазином, то писать претензию к продаже некачественного товара либо ненадлежащее обслуживание следует на руководство Виды претензий Существует множество признаков для систематизации понятия претензия Далее представлена информация по некоторым из них Возврат денежных средств, на возврат денег как оформить претензию, составляется документ в произвольном виде, но общие требования к претензиям закреплены в ГК РФ и других законодательных и правовых актах, определяющих взаимоотношения между участниками спора Подобная разновидность письменного требования в основном встречается в сфере защиты потребительских прав В последующем документ будет составлять часть доказательной базы при рассмотрении гражданского иска в судебной инстанции При оформлении претензий нужно придерживаться следующих правил В тексте должны присутствовать ссылки на законодательные акты РФ И прилагаться свидетельства, обосновывающие требования автора, заключенные договоры, чеки, квитанции и прочее Также должна быть Прописана сумма возврата, номер документа, обосновывающего финансовые требования, дата совершения сделки, заключения договора и прочее Важны особенности, которые могут быть подтверждены документально Обратите внимание, в обращении к контрагенту следует обозначить период, на протяжении которого он должен выполнить свои денежные обязательства после Чего автор намерен прибегнуть к судебным разбирательствам для восстановления своих прав Также следует написать о намерении взыскать сумму денег за причинение морального вреда в иске, который может податься в суд в случае Отсутствия действий, направленных на разрешение конфликта со стороны адресата претензий Невыполнение условий договора Такой вид претензий особенно часто используется во взаимоотношениях юридических лиц при наличии неразрешенных Споров либо при недовольстве физического лица после оказанных услуг Среди причин, по которым может быть составлено письменное требование, выделяются следующие Полное игнорирование условий договора Неисполнение некоторых его пунктов Отсутствие законных причин невыполнения договорных обязательств и прочее Важно, принципы написания обращения не изменяются, требуется обозначить реквизиты договора, ссылаться на его пункты и нормативно-правовые акты страны Но нельзя определять виновность стороны, так как это будет решаться в ходе судебного заседания Погашение задолженности Данный вид письменной претензии используется банковскими учреждениями для предъявления клиентам, не выполняющим свои обязательства Также между вторая юридическими лицами, если у одного из них есть неисполненные финансовые обязательства перед другим Среди факторов, способствующих составлению претензии, могут быть Частичная ликвидация задолженности Неисполнение установленного Периода оплаты Нарушение метода перечисления денег Ошибка в реквизитах счета И прочее Некачественный товар Как написать претензию к качеству товара? В ее тексте следует грамотно изложить параметры, из-за которых покупатель считает, что приобретенный товар не соответствует должному уровню качества Следует обязательно указывать ссылки на нормативную документацию, определяющую качественные характеристики товара, например, ГОСТа и прочее Как написать претензию к качеству товара? Причинами для составления подобного обращения могут стать Неполная укомплектованность Товара Наличие заводского брака Появление различных дефектов на товаре после использования услуги по доставке и так далее Срыв сроков поставки Этот вид претензионного обращения предполагает описание в его тексте всех убытков, которые были понесены пострадавшей Стороной в результате неисполнения своих обязанностей контрагентам по договору поставки Также следует обозначить намерение обратиться в судебную инстанцию Как правильно написать претензию? Как писать претензию? Для создания письма юридическим лицам следует использовать фирменный бланк Текст обращения должен быть кратким, но емким с подробным описанием возникшей проблемы и содержать только факты Образец написания претензии Как написать правильно? Оформление претензии будет зависеть от того, какой вид требовательного обращения необходим пострадавшей стороне Ниже приведен образец для самых востребованных претензионных писем Пример письма к туроператору При возникновении спорного вопроса с туроператором написание претензионного обращения является обязательным Средством досудебного урегулирования спора Последний лист претензии Аналогичным образом следует составлять претензионные обращения по другим проблемам, таким как Порядок Написание претензии к управляющей компании В случае образования конфликтной ситуации со страховой компанией после автомобильной аварии Следует составить обращение по выше приведенному образцу по ОСАГО При возникновении нерешенных вопросов с работодателем В случае, если покупатель совершает покупки в режиме онлайн и недоволен качеством товара, периодами доставки и прочими параметрами То при наличии официального сайта у магазина есть возможность отправить письмо с определенными требованиями Для получения ответа от банковского Учреждения, например Сбербанка Если у граждан, участвующих в долевом строительстве, либо у лиц, уже принимающих, принявших объект Возникают жалобы на качество производимых застройщиком работ Правила оформления претензии Как правильно составить претензию В связи с тем, что законодатели не определяют четких параметров по написанию претензий, потерпевшей стороне рекомендуется при ее создании Придерживаться делового стиля и исходить из сложившихся обстоятельств Общая структура Шапка должна содержать подробную информацию об адресате и авторе обращения, наименование организации, должность И ФИО сторон сделки, их контактные данные, если письмо пишется физическому лицу, то нужно обозначить ФИО, адрес, номер телефона На следующем этапе указывается наименование документа, письмо претензия с обозначением вида требования, о погашении задолженности Текст письма стоит начать с пояснения о сложившейся проблеме, дата заключения договора, приобретения товара, их предназначения и прочее Далее формируется сама претензия, она может состоять из нескольких пунктов, тогда целесообразно оформить ее в виде списка либо таблицы Затем автору следует предложить подходящий вариант решения конфликта и указать на возможность обращения в суд при отсутствии должной Реакции со стороны адресата Ниже потребуется составить список прилагаемых документов, договоры, квитанции и прочее Если письмо содержит несколько страниц, то потребуется обозначить их число Завершается письмо подписью автора с расшифровкой, фамилией и инициалы Если обращение от юридического лица, то следует обозначить должность и поставить печать Оформление претензии Как отправить письмо Для отправки претензионного письма следует использовать способ доставки, предполагающий получение уведомления о вручении К таким способам можно отнести Личная или курьерская доставка В данном случае следует иметь второй экземпляр претензии для отметки Адресата о принятии документа Заказное письмо с описью прилагаемых документов, отправленное Почтой России Использование сервиса Частной почты с доставкой до двери Варианты ответа на поданную претензию Для ответа на претензионное письмо законодатели определили срок от 5 до 30 дней в зависимости от возникшей проблемы Для ответа на претензионное требование покупателя продавцу выделяется 10-дневный срок Если спор возник из-за ОСАГО, то период решения вопроса сокращается до 5 дней На заметку Участники сделки также могут заключить договоренность об иных сроках, перенести их, если потребуется проведение анализов, экспертизы и прочих проверок Если покупатель направил претензию, касающуюся качества приобретенного товара, то для ответа на нее можно воспользоваться следующим примером Отзыв на претензию на поставку некачественного товара По аналогии следует составлять отзывы на прочие претензионные обращения Что делать, если претензию не удовлетворили? Если ответа на претензию не последовало, то для пострадавшей стороны это может служить поводом обратиться в государственные структуры С целью защиты своих интересов Это может быть Роспотребнадзор, судебная инстанция либо прокуратура Следовательно, претензионное письмо представляет собой способ досудебного урегулирования споров между сторонами сделки Хоть законодатели и не определяют методики написания письма, но для того, чтобы бумага могла служить доказательством в суде, нужно Придерживаться общих рекомендаций и исходить из основ сложившейся проблемы